Очередь сил света запрещать героя. Минески избавились от Варлока, Фуриона, Абадона и Лондоруида. Вообще интересно, что опять до сих пор у нас пули Тампларка. Хотя это герой вообще, мне кажется, сейчас чуть ли не на ФП. Ну серьезно, Тампларку нечем контрить по сути. Ты можешь брать какого-то Батрайдера, но это так спорно. Можешь брать Штармана, Штармана же можно забанить. Ну вот, поэтому я не знаю. Мне кажется, Свен, Тампларка это вообще герои на первый бан. Шаман, и это не изменилось ни капельки вообще с течением времени после ЕС Эльван Бирмингема. Шаман подбанили Сириус, хотят, хотят, наверное, забрать все-таки опять Тампларку. Ластпик, если что, вновь о Минески, поэтому должно быть поинтереснее чуть-чуть. Ну, надеюсь, что в этот раз будет поинтересней. Но в этот раз Нинджи будет дольше, думает уже. Уже понял, что надо как-то подумать. Ну ладно, ждем. Ждем, определяемся. Ну вообще, по-хорошему, Никс Ассасин или Шрак? Неплохие два героя. Неплохие два героя, что были в прошлой карте. Ну вот, за все-таки Тампларка залетела в бан, да. Леон появился в пуле Минески. Но вот это уже похоже на нормальный драфт, которым могут сыграть Минески. Пока без каких-то проблем, без каких-то Марсов, не знаю, Рикки Мару и прочего, прочего. Как мусора, который не нужен. Такс. Ну что, у нас получается расклад следующий. Гримстрок, скорее всего, позиции 4. Леон 5. С Инкинку настройка должна быть в этой карте у Минески. Таким образом, не хватает теперь два мейнкора. Ну а вот у Сириуса все посложнее. Они решили драфтить так же, как и на первой карте. Ну и, в общем-то, да, довольно неплохие два героя, которые могут наворотить дел. Ну и, кстати, если что, здесь Дарксира в пуле остался. Я вот так еще смотрю. Если захотят сейчас Леширка пересадить на центр, то самое время. Ну, учитывая, что Тампларка забанена, да, какая-то, такого суперсильного мидера нет. Ну, то есть, выбирают, по-моему, сейчас Штормо, либо Шторма, либо ОД какого-нибудь, может быть, Сириус. Поэтому, плюс-минус как там, так. Кстати, Батрайдер забрали. Это, наверное, пост-три будет, да. Это пост-три Батрайдер. Есть Никс Ассасин со Станчиком. Леширак таким образом перекочевывает куда-то в мид, наверное. Но, если что... Ну, не, это рискованно. Брать какого-то мипа или брать какую-то брудку, наверное, очень рискованно. Сириус сейчас нашла спик опять же за Минески. Не удивишь, за контрят. Джаггернаут появляется для Минески. Хороший выбор. Было два героя. Либо Найкс, либо Джадир. Найкс забанили, а вот появился Джадир. И в итоге сразу залетает Ликан. Жесть. Сириусы пушить собрались. Ну, а Леширак на корр-позиции. Ликан на корр-позиции. В принципе, можно, да. Напоминает мне игру, по-моему... По-моему, напоминает игру вчера Нипов. Как раз против Сириусов, если что. Только там, по-моему, был не Леширак. Да, там вместо Леширака был Бристлбэк. Точнее, ну, Бристлбэк был позицией 3. А мидером был Батрайдер. И вот у них тоже были там... Ну, саппорта не будем особо выделять как-то, типа Никс Ассасина или кого-то другого. Это не так важно. Ну, просто интересная такая стука. Подчерпнули кое-что Сириуса из прошлого матча. Ну, вообще, конечно, пока откидываться есть чем. Там не Минески, там, типа, Строку Фейт промаксить на грим Строке. И можно откидываться, в принципе, там, Сенкинг с песочком какой-нибудь. Леон, может быть, что-то сделает. Там, МПЛ даст. Ну, и если купит и гони, можно пальцы постоянно давать. Ну, это такое дело. Спорное немножечко. Ну, вообще, конечно, авантюрненько выглядит драфт Сириус, так могу сказать. Конечно, на начало игры они полностью заряжены. Но надо сейчас понять, куда... Точнее, против кого пойдет Лешрак, куда уже понятно. Арквардена забанили Минески. Чего? Они вообще, что ли, потерялись по игре или как это? Куда Арквардена под Лекана? Не понял. То есть, даже при условии того, что это может быть... Типа, НИКС-5, Батрайдер-4 или Шрак-3 и появится на МИД-бат какой-то Аркварден. Ну, как он будет вообще в темп сопровождаться? Ну, неразумно это, что ли. Брутку забанили Сириусы. И чё? Неужели они сейчас реально Кора возьмут и я просто ахну? Ну, по-хорошему, в моем представлении сейчас им нужен... Суппорт пятой, наверное, позиции. Ну, может быть, с НИКСа можно на 5 посадить и взять, ну, не четверку. Вообще, с остальными проблемами, по-моему, нет? Типа, НИКС станет, ЛИШРАК станет, ЛАССОЕ есть, Батрайдера. Или Бёрст урон-то на какой-нибудь, типа ЛИНУ на 3, может. Да, не на 3, в смысле на 4. Не знаю. Ну, как-нибудь что-то... Даззл появился. Это, по-моему, медовый Даззл. Ну, либо Даззл пятерка. Ну, не знаю, обычно Даззл открывается раньше, если это пятая позиция. Но нет, по-моему, это медовый Даззл. Правда, как-то они это... Если это медовый... Но нет, они сейчас будут выбирать. Я уверен, что они не глупые ребята. Они взяли этого пацика на случай, если надо будет пятерку взять. А так у них выбор. Смотрите, либо Батрайдера в мид, либо ЛИШРАКа в мид, либо Даззла на мид, на крайний случай. И по итогу, мне кажется, они сейчас будут свапать очень сильно роли на героях. Типа, все персонажи неплохие, и, в принципе, так нормально пойдет. Поэтому... Но мне нравятся. Сириус какие-то такие с огоньком в глазах, парни. Мне прям хорошо от того, что я вижу. Ну что, Минески, попробуйте теперь вот этот пазл разгадайте. Я понятия не имею, что рекомендовать Минески. Им нужен универсальный какой-то мидер, который будет и против ЛИШРАКа, и против Батрайдера, и против Даззла стоять неплохо. Я таких не знаю. Из универсальных. Но вообще, кстати, может Кунг какой-нибудь. Там как раз Мэджик Урон будет. Но Кунг против Даззла плохо стоит. Да и против Батрайдера. Нет, вообще фигню посоветовал, забейте. Нет, нет, нет. Вообще дичь тотальную. Посоветоваль. Но нужен универсальный герой, 100%. Может быть, даже с отпушем. Ну, хотя нет, от пуша хватит, я думаю. От пуша хватит. Деможи по строениям... Кстати, деможи по строениям мало. ДПшка хочу. Хочу ДПшку. ДПшка в пуле осталась. Возможно, ДП будет не так плохо смотреться. Под Агонимом. Хотя против Батрайдера, блин, если он зажжет там. Но это сложно. Блин, Батрайдер всех один на один, по-моему, имеет в виду. Всех, у кого нет эскейпа какого-нибудь. Ну, вряд ли не Батрайдера поставят в мид. Ну, вряд ли. Тут либо Лишрак, либо Даззл. Чё? Нага, сирена. Окей, это герой, у которого есть диспелл против Батрайдера. А СД забрался сразу Лишрака. Это пятерка Даззл, считаем, было. Нежелая на Батрайдере. Да, ну, короче, это пятерка Даззл. Я говорю, вы понимаете, да, что ваш стример шарит за игру. Вот понимаете, да? Ну, вообще, это было на тоненького, по-моему. Типа, если бы они сейчас взяли что-то удобное, то пошел бы Даззл стоять на центр, наверное. Ну, вообще, по-хорошему, здесь жесткий пуш прослеживается. Если бы поменяли резко игру как-то Сириуса, да, переиграли немножко. То есть, если бы они отправили Лишрака на пос, на суппорта какого-то, то у него бы не хватило, возможно, экспы, чтобы с диаболиками ходить уничтожать все это дело. Ну, вообще, конечно, драфт Минески полный кал. То есть, ну, это жадный пик, который... Который я даже не знаю, что должен делать, честно говоря. Там как-то очень уж тяжело. Но... Ну, ладно. Не, наверное, я дам прогноз на Сириус. Пускай это будет еще одна серия за 20 минут. Но здесь я не прям уверен, что они хорошо справятся. Просто, знаете, всегда пуш, он сопровождается риском определенного характера, что если ты ошибаешься, то тебя могут переиграть. Там, один раз, да, или два раза, например. Если ты не забрал какой-то... Если ты ошибаешься на ХГ, да, и ты забрал, например, линию, тогда ладно. Но если ты... Ну, все равно ты много отдаешь. Но если ты ошибаешься где-то до хайграунда, да, на подходах где-то, то тогда совсем все печально получается. А, и, кстати, это медовый джиггернаут, если что. Лол. Это медовый джиггернаут противолешрака будет. Ну, по крайней мере, судя по тому, что я вижу. Но вообще, я бы нагу в мид поставил, наверное. Там не важно, что джадер, что нага, они будут неплохо стоять. Суть в том, чтобы была контра Батрайдеру. Но тут, с другой стороны, и нага с контрой, и джиггернаут с контрой. Единственное, что джадер поудобнее будет стоять в любом случае, потому что иллюзии наги, они там имеют свойство кулдауниться 20 секунд. Кнопка, точнее, вот эта. Но не знаю, я дам прогноз на Сириус. Мне... Знаете, давать прогнозы, это не прям терять, как будто там много денег и так далее. Поэтому, конечно, ставить я бы не рисковал, наверное. Ну, там просто коэффициент 1.20 сейчас на Сириус, поэтому я бы не очень хотел. Но, например, прогноз я точно бы дал. То есть, если сейчас поднимется как-то кейфик, то я, может, и подумаю, чтобы залить на Сириус. Потому что, ну, поначалу можно проигрывать. То есть, когда ты играешь в пуш, ты можешь проигрывать начало вообще как угодно. Потом ты собираешь себе Доминатор на Ликане, и у тебя начинается совсем другая игра. И что, это Медовый Джиггернаут? Да, это Медовый Джиггернаут. Запулили Тангусы. Ошибочка, по-моему, на мой взгляд. Не знаю. С одной стороны нормально, с другой стороны как-то Наде будет сложно. Ну, там все зависит от того, насколько хорошо Анжелай будет играть. То есть, если Батрайдер будет душить, причем крепко душить, то все отлично. Если нет, то... А, кстати, погодите, тут что-то вообще суперинтересное. У нас Next Level Читка или... Не, тут сложно. Нага остается пока сверху. Наверху ходит у нас Ликан плюс Даззл. Ну, в общем-то, интересно, наверное. Наверное, будет интересно. Но, опять же, нужно секьюрить Минеском своего Майнкора, я так считаю. Ну, а там что будет, то будет. Забираются баунтирумки, забирают две. По две, наверное, нет? Да, по две забирают баунтирумки. Все в порядке. Ну, вообще, конечно, если в лейтгейм уйдет игра, здесь нет каких-то бристалбеков, поэтому игра должна быть полностью под контролем Минески. Ну, в лейте имеется в виду, там, за 40 минут, за 50 минут. Если такое будет, если они все-таки выдержат, тогда, да, тогда у Минески вообще проблем быть не должно в теории. Но это все... Ну, такое, знаете, очень-очень спорно. Так. Ну и все же, да, у нас Ахжит на нижней линии. Ее противостоит ему Инжулай. Тпшки, если что, у всех есть, поэтому особо не перемудришь тут. Ну, и вот, с одной стороны, вроде грустно, да, потому что Нага может спокойненько вот снять напалму с себя. Но, опять же, если ты под фаерфлайем, то времени у тебя много. Нага особо быстро не бегает. Ты даже под тапком, поэтому я все-таки настаиваю на том, что Батрайдер является на линии контроль Нади Сирена. И надо как-то Минескам либо свапнуться, либо еще что-то придумать. Потому что иначе все будет досадно. Нага просто темп не вывезет, понимаете? Вся суть в том, чтобы у Нади была хорошая линия, чтобы она успела там нафармить 2-3 в рейсбанда. Ушла в лес, качала бы лес, там полностью качала бы линию. Ну, и тогда у нее, возможно, что-то получится. А так, конечно, драфт очень жадный в исполнении Минески. Два таких физушных кора. Не знаю. Не знаю. О чем они думали. Но на то мы и любим доту, да, что у нас так много разнообразных стратегий, так много разного исполнения. Классно. Кстати, там Амеликан вообще всех крипов динает. Смотрите, 4-5 у него. А, так в песке сидит кейпи. Но, тем не менее, это прямо как-то немножечко лул. 5 на 7, это жесть. Нинджи Буди поймали. О, это Ферст Блад. Это Ферст Блад. Есть МПЛ, если что, но... Кстати, неплохой это МПЛ, и Нинджи Буди здесь проживает. Нет, полетело, все. Not bad. Гарная игра, добрая Зирона, как говорится. Ну и что там у нас? Есть ли какие-то просветы? Кстати, по поводу просветов. Диаболики работают, монуболь. На SD нашибся, но диаболики напалят, да. Особенность диаболиков заключается в том, что ты можешь прохарасить героя. В том, что, короче, когда ты умираешь, герой умирает, диаболики все равно работают еще какое-то время, пока не закончится. Поэтому это классная штука. В итоге зарабатывает денежку сейчас лишрак. Но, 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 надо понять, что 300 монет, 340 монет заработал джигернаут, получил опыт, и для него это огромный плюс. Но вот то, что сейчас убивают нагу-сирену, это просто капитал, поле чудес минус. Еще один напалм сейчас будет, фаерфлай работает, можно идти глубже, но там опасно. Окей, вот то, о чем я вам и рассказывал, да. Вот она использовала свой первый скилл, там спали напалмы, сразу полегче стало. Но чем дальше, тем все хуже. Дальше-то будет уже настырнее этот батрайдер. Он тоже не побрезгует, там нажать, нажать, просто пойти до конца под тавр, и все. Ну и поначалу наши коры, наши коры, ну прогноз-то на Сириус, поэтому и наши коры фармят лучше. 14-10 у Ликана, это вообще феноменальный какой-то крипстат, я не понимаю, как там Ксайлор может добивать все вообще, и без шансов вообще отваливается. ТП на базу, кстати, качественное получилось в исполнении Гримстрока, реально сделал все классно. Мне почему-то казалось, что он успеет тычку дать, у Ликана, но нет. О, смотрите, а это разве не ошибка? Ну там мана нет у батрайдера, поэтому, наверное, не ошибка, плюс подвышка, если он стоит, фармит. Просто нельзя так нагло иллюзий создавать, у тебя же это единственный диспейл, и если тебя заспамят, то тебе габелло. Ну ладно, за муном пока гоняется АСД, харассит его постоянно. Но я так понимаю, суть в том, что Джиггернаут должен добивать крипов, либо столько же, либо даже лучше, чем Лешрак, да? Но при всем при этом, суть Лешрака заключается в том, что ты должен заставить его потратить все деньги, которые он заработал на расходнике. То есть вот мы видим, что что-то там принеслось Джиггернауту, но господин обсервер ничего не показал, ну и бог с ним, ладно. Короче, там точно должны быть фласточки, там тангус, может какой-нибудь, может даже манга, что-то типа того. Потому что постоянно приходится покрутиться там в лишних моментах, еще что-то такое сделать, это все маны требует. И в итоге, да, у Джиггера крипасы есть, это чудесно, но, опять же, цена выплачена дорогая. Ну что, сверху кипи, кажется, приплыл. Да, он вышел за зону песочка, процентрю сейчас разобьет Рейджин Патейто, окей. Но он сам за это погибнет, скорее всего, пошел микрободиблок, но вот тут выходит он из стана благодаря Инксвеллу, но и тут, похоже, должен забить либо волки, либо атом волки кончится. Пичка, найс. Даблкил, в итоге, для пятой позиции. Команда Сириус, потрясающий никнейм, опять же, да. Не перестаю удивляться оригинальности никнеймов китайских команд. Пятая минута, у нас появляется баунтируна, тем временем, должны забирать по две, скорее всего, да. Но что, он бутылку пошел, наверное, покупать, да, на батарайдере, да, так и есть. Поэтому сейчас в бутылочку хочет засунуть баунтируну. Ну, и так, 26 на 18 стоит лекан, потрясающе, реально крепится. Ой, а тут приплыл, да, мун, крутись, не крутись. Суть-то в том, что диаболики сквозь всю эту хрень работают. Это же урон физически, на то он и вышки ломает. Поэтому, да, вот я про это и говорил, как бы, Джекернаут вроде неплохой выбор, но при всем при этом там диаболики жарят, а вот если бы были иллюзии Нади Сирены, скорее всего, они бы как-то разделили демедж, и, может, тогда было полегче. Да и плюс той же Нади, мне кажется, было бы полегче против Джадера стоять. Ну, в смысле, Джадеру было бы полегче против батарайдера стоять, а Нади был бы комфортнее в миде. Ну, правда, вот сейчас шестой левел появился, это вот уже не важно, кто стоит в миде, в любом случае, SD доминирует крепко, и, ну, с этим остается только смириться, я думаю. Кейпи немножко тут прохарасили, кислого ему вкинули, еще тычка, кислого продлили, станчик, не получится дать, ну, тычечку хотя бы... Оооооооу Это что такое вообще Сколько он там вкачал его? В 2? Нормально Я так понимаю Он по всем прошел, да? То есть там 2 волка Это 200 урона Лекан 300 И сам еще дазл 400 Жесть Сочно Сочно Ну чего Стоит хиляец пока Джиггернаут Что-то вообще игры минески Выглядят совсем какими-то однокалиточными Тотальный аутдрафт И пока... Да уже шестая минута 3000 ведут Сириус Либо Сириус подготовились идеально к Минеске Либо Минеске просто не очень себя чувствует Что это за Стан Нинджи Буги? Ой, не, забейте Все, отдайте им эту игру Это тильт Это просто тильт Я прям чувствую, насколько тяжело играть против этих Демонов китайских И это ужас какой-то Просто кошмар Но на самом деле я рад, что слабая команда Покидают турнир, потому что Винстраки плохо играли Загономерно вылетели Колы плохо играли Вылетели загономерно, Минеске закидывали Вчера игры Колом Сегодня какие-то камбэки были Но опять же, тоже однокалиточные игры Были по логике вещей две Тоже вылетели Собственно Ладно, еще не вылетели, но вылетят Скорее всего при такой игре Если сейчас срочно не соберутся Хотя я даже не знаю, как тут можно собраться Только в лейт затягивать Но опять же, даже пуша толком еще нет Только сейчас приехал доминатор К Ликану, поэтому я не знаю Только сейчас начнут они в теории Вот только к этому моменту Они должны были зарабатывать свои деньги Зарабатывать свое преимущество В итоге получается, у них уже 4 тысячи И только-только вышки начинают падать То есть сейчас просто будет миллионы Сыпаться на карман Сириус Это... Это жестко Нинж буги Скорее всего ему тоже никто не поможет Вот на опережение выходит дазл Немножко бодиблочит Надо крепасика выпустить вперед Там может стомп есть Согласен, мне тоже не нравится Вот этот ранж стомпа Нелегко выглядит, но Бам, минус еще они Такие вот дела 5 тысяч вот эти зарабатывают Сириус Ну и вот как так Как так это все работает Да, возможно мы закончим раньше Чем 11 часов, я так подумал Что-то сегодня все серии Бо-3 заканчиваются 2-0 И впереди последняя, четвертая Ну по крайней мере здесь все очень однообразно Кипи вообще ничего не может сделать У него подкопать было? Ну он уже потратил подкопать, да Я похоже пропустил в момент Там с него видимо все и начиналось Мун Так амун сейчас тоже подохнет же, нет Пошел у меня слэш По трем героям Есть еще грейв, да В диаболике новая партия Через секунду будет А, так с ASD погиб Да И фаерфлай погибет Ай-яй-яй, мун Нам еще рядом крепасики И Сайлар тоже Ну нет, уже все Так, ну вот это уже интересно Еще никого поймали Инжилая Ну Инжилая надо забирать Правда он увозит на лассо Пока кого? На агусирену что ли? Акжид, жить надо Акжид вроде живет Выкупает с ASD Так, секундочку Я что-то рано хоронил Похожую команду Минески ASD конечно выкинул Сейчас такую вот странную глупость Мне кажется можно было отдать Батрайдера А выкуп Хотя, сколько выкуп Стоп, давайте посмотрим Стоило это того 500 монет Ну я не думаю, что прям Очень Очень обеднел С этого мува Лешрак Но неприятно Да опять же Сейчас они вышки начнут ломать Ёп Первый театр Да Что-то сказать Это доминация Это просто Nation of Domination Да Ладно, бывает Ну на самом деле бывают такие игры Где просто команда играет На кураже на каком-то На плюс с эмоциях Не знаю А у Минески была первая серия провальная Ну и сегодня не день Минески Откровенно говоря Вот они реально мажут скиллами Как-то плохо нажимают кнопки Плохо драфтят И это еще на первой карте просматривалось Когда они На самой первой карте против NIP Просматривалось Когда они на Марсе У Ки Пи не пошло Он просто давал арену Не попадал копьем Либо не смог давать копье И это прям очень сильно Руинило игру тогда И на самом деле С течением времени Вот они проиграли тогда карту еще У них был перерыв На одну БО-3 серию Часа на два, наверное И по итогу Они так и не успели отойти Там плюс еще поражение было Ну и в итоге Сейчас все довольно грустно складывается Но однако На себя Грейв дает Дазл Там Акжит упал Акжит сейчас может погибнуть Акжит, Акжит, Акжит Сон прожал, Акжит, Жить Получилось все-таки выжить Но тем временем Забрали Дазла Мун остался здесь АТП на кулдауне Ему никто не поможет Да? Да Это минус Мун Ну, с какими-то минусами По итогу Но все-таки Удается справиться Минески с парой героев Хотя бы с парой суппортов Ну и эта игра продолжает Скорее всего Она не будет очень долгой Очевидно, да Позиция Точнее политика Сириус Довольно простая Мы взяли героев Ломать домик И мы их еще и ломаем Первые некра появились На 11-минуте У нас Великана Сломали Все тир-1 ТВРа Только пока Сириус То есть основной заработок Еще планируется быть впереди Ну и в общем-то Да Пока все По их сценарию идет Чем порадует Давайте посмотрим Давайте посмотрим Артефакты Может что-то мы упустили Такое важное Хотя я сомневаюсь Что за 11 минут Что-то было супер важного Здесь Даже по очереди Всех прокликал Это очень сложно Так смотреть Так, Ликан Пока нажимает на кнопки Рейджин Патрайт Нашли Но нет Промахнулся по-моему Урсик И по итогу Но нет Заберет Нормально Нормально Барабаны есть У Батрайдера Это неплохо Дальше в Юл Выходит лишь шаг Ну и за байбэк Наверное немножко его Денежное состояние Ухудшилось Леон Нормально Ну стабильно Ничего То есть Нага Сирена 2 В рейсбан На самое время Выходить в лес Фармить Это тебе на хг Я сейчас залезу Это вообще бред Да Ну и джаггернал Тоже с барабанами Дальше выходит в молнии Самый такой Перспективный по фарму Билд Но опять же Нужно время А тут же времени нет Да ладно Как быстро Т3 Вышка падает Божечки Помогите Кто-нибудь Минеском Подибает еще Где-то от рук Нажилайки И пиво Купается тут же Потому что на хг Надо бороться Сражаться Защищаться Ай-яй-яй Мун Что это Это просто под хил Залетел от дазла Судя по всему Я просто Меня как молнии бьет Постоянно Когда я вижу Такой дэмэдж С этого хила Ну и что Работают тележка Работают волки Да Да-да Все работает Диаболики Первая партия поехала Это просто минус Барак Бам Все Можно уйти Барак на 12-й минуте Сломали На 13-й Можно отойти Еще небольшой захил Такой Кейпи Немного просил Напомню Кейпи после выкупа Мун Дамать умни слэш Он крутится вверх Пока Мун Уже не сможет Дать умни слэш Потому что все собрались В кучу И вроде как Такое себе Ну ладно Там на самом деле Давай-не давай Умни слэш И рядом стоит дазл Там по-моему Грейв может быть И все Опять же Контроль пока чудесный В исполнении Сириус Просто на Две головы Сильнее они Нежели чем Минески Минески просто в тильте После первой карты Неудачные Где их Овердрафнули Ну или даже Переиграли я бы сказал Не овердрафнули Чисто по драфту Так-то ситуация была за ними Они просто плохо сыграли Не попали кнопками И так далее Здесь же то же самое происходит Вроде как Перспектива-то Ну нет Здесь тотальный аудрафт На самом деле Потому что Ранняя агрессия Она Очень серьезная У команды Сириус Примерно Как их название Да Но Можно было попытаться Пережить Минеском Как-то эту Эту Всю напасть Но Мне кажется Может другими героями Только Не знаю В принципе Лейд потенциал за ними То есть надо было Как-то на личном стиле Отыгрывать Исполнять Но тут они тратят Два главных ресурса Сейчас Чтобы забрать Дазла пятой позиции Но хоть какая-то Хоть какой-то плюс есть Да То есть Нельзя прям сказать Что все очень плохо Ну да Не очень-то и весело Все я бы сказал В итоге Что мы имеем Т2 сломали Сверху Остается лишь один Внешний тавер Уминески Это два снизу Есть еще два шрайна Которые можно забрать Команде Сириус Опять же Ой Как много центрей Сразу запихали сюда Досадно Ну сейчас Третья некра появится Лекан посмотрит Поугарает Так Кстати не хочет Покупать себе Метеорхаммер Если что Никс Ассасин Хочется ему Урну взять Ну кстати Возможно Неплохое решение Тем более Что там у Нади По-моему Реген Неплохой Ну или есть Хилен Вартова Черт же Гернаута Да То есть Такой интерес Собой круче Плюс еще Плотность Ко всему И прочему 15 минута Баунти Появились Забирают Три баунти Рунами Сириус Одну только Должны забирать По итогу Именно А с кем Но их выступление Кажется здесь Заканчивается Уже Постепенно Купил себе Блинк Инжулай Улетел Окей Ну и Похоже Что похоже Что похоже Заход Или нет Или нет Или да Ну-ка Просто я вижу Что далеко Находится Никс От тиммейтов А так все В принципе Собрались сверху И реально Можно зайти Было бы сейчас Поломать что-нибудь Ну или вардики Поставить хотя бы Да пока Ставит вар хотя бы Один обсервер Копали кейпи Так Третьи некра Появились Уликана Вот это уже Повеселее становится Инжулай Залетел На блинке Опять плохой Подкоп от Нинжа Буди Совсем не клеится У него игра В итоге Сулбайн Не привязывает Сайлора И там так Много урона По рейджин Потэйто И надо бежать Дальше за людьми Сон Успевает нажать Ахжит БКБшик нет Но и на этом Все равно Основная цель Выполнено Вы зазонили врага Там работает бэкдор Правда Крепы сверху имеются Но Силы света Использовали глиф Отлично Все Крепы сюда подойдут Сейчас бэкдор выключится И будет падать домик Это вторая линия уже Да На первой все еще стоит На центре В смысле Все еще стоит И тренджевый барак Но это вообще Не существенно Самое основное Безусловно Это милишный барак Ну и кажется Его здесь заберут Вообще без вопросов Даже без спроса Я бы сказал Минес барак Все Ну можно отступить Можно в принципе Сдаваться уже Минескам Потому что Две линии Это слишком много Хотя с другой стороны У них такой жадный пик Что они могут И как раз Пофармить здесь Крепасов Другое дело Что крепасы Уже дешевые Теперь идут За них много Ты не получаешь денег Казалось бы Они наоборот Стали сильнее Значит и платить за них Надо больше Но нет Механика в доте Такая Что чем сильнее Крепы Тем дешевле стоят Ну ладно Ну и того Остается последняя Линия В итоге Там еще должен быть Тому сверху Не сломали Шрайн Сверху должен стоять Он нет Не сломали Сверху шрайн Кстати Когда успели Сириус Красавчики Сломали Сверху шрайн Сломали Надо бы Надо бы сломать Еще шрайн Снизу Но пока Что-то интересное Показывает Салар Крепасы у него бегают Муны нашли Опа Очки Пошел вой Есть покрутиться Наверное у Муна Или нет Он нажимает Умни слэш Нет покрутиться 5 секунд Кулдауна Но не пробьет Никого Муна Очевидно Правда Муна Могут самого Пробить Здесь Муун Палец залетел Под Солбайн Кажется Да-да Хороший Вроде получился момент Есть Эпицентр Но Грейв Просто Грейв Сейвит Ликана Но ненадолго Ликан Куда На ХГ И это Очень сильно Может Таки ударить По базе Команде Минески Скорее всего Чуть Скрипов По центру Подтянут Иллюзии Никс Ассасина Да Там По-моему Всего Ничего Их Ну и уже С ума Бегут Для Кана Забрать Нижнюю Линию Не получится Да Там Т2 Стоит Но Хотя бы Бараков Миди Транжовы Заковы Заковы Может Еще Да нет Отойдут Зачем Ломать Унитазы Парываться Вы можете Закончить Серию За 20 Минут Точнее В сумме Всего И первую Вторую Карту Там Было Ну Будет В сумме 50 минут Задержки Наверное Не задержки А с паузами В смысле Будет Что то типа Часа И это Бест оф 3 Было В общем Пока мы Расписание Прям капитально Нагоняем Вообще Здорово Да В общем и целом В общем и целом Остается одна Бест оф 3 Серия Тоже за выход В плей офф Это матч Ехоум Против команды Нворгеса Перуанцы Против китайцев Жесткое будет Рубило На самом деле В группе У нас был Был первый матч Вообще Первый матч Открытия турнира Это был как раз Матч Ехоум Против анворгеса И там оказались Сильнее Ехоум Удивили только Они Причем значительно Сильнее оказались Ехоум Удивить анворгеса Смогли только Лишь Мипарем А так Ехоум Проехались катком Причем довольно Уверенно Если честно То есть На первой карте Они забыли Они не вспомнили Скорее Чем играют Анворгеса Потому что Они забанили Бруду Когда надо было Банить Мипа Потому что Анворгесы Именно Мипа Отметились на квалификациях, они хоть и один раз его всего лишь пикали, но при этом я-то запомнил, значит, команды должны были вспоминать. Но в итоге забанили бруду, не взяли, они взяли мипаря, там мипарем удивили очень жестко и переехали и хоумов довольно-таки уверенно. Ну, а вот на второй, на третьей карте, соответственно, там уже вообще было без шансов. Примерно как здесь, наверное, но не так, как здесь, здесь прям совсем вообще однокалиточное, причем ногами выкидывают вообще Минески с этого турнира, но там тоже было неплохо, уверенно качественно, я бы сказал, что самое главное, без ошибок, исполнено от ехоума. Ну и я надеюсь, что здесь будет то же самое. Так, центр, кипи, последний бой подраться надо, выкупается же Гернау, там хороший подкоп идет, отлично, много урона сбрили, два героя сразу же, проблемы также у Дазла его сгрызает потихонечку Нага, должна его зарезать по итогу, ну и Лишрак тоже погибает. Слушайте, так это же ответочка, это же кажется ответочка, причем в излюбленном стиле Минески, почему расскажу чуть позже, вот палец залетел, да, единственное, кто выжил, это Батрайдер. Короче, суть рофла в том, что сегодня Минески играли против Нипов, это была первая, кажется, карта, нет, вторая, простите, вторая карта была. Команда NIP тоже в одну калитку выносила Минески, причем, ну вот вообще максимально уверенно с каменными лицами выносили Минески, сломали им две линии, тоже, если что, они играли за Рейдин, сломали верхнюю и центральную линии, и оставался последний этап, это сломать нижнюю линию. Они тоже подходили в район Т2 Тавера и Минески дали там бой, и Минески камбэкнули после этого момента. Но тогда была Фантомка в пуле у них, а здесь Фантомки нет и, собственно, камбэка не будет, поэтому, ну так, чисто по фану отметил этот момент. Ну что, вот он у Мнислэш, который ничему не привел, забирают обратно Муна, если что, он выкупался, поэтому выкупа у него нет, есть только выкупа Леона, ну или Шрак еще не реснулся из хороших новостей, поэтому быстро, наверное, закончить не смогут. Ну и плюс запущена сильная линия нижняя у Минески, там старался как раз-таки, ажит, поэтому вероятнее всего они не пойдут. Че, в трон, что ли, пойдут? Серьезно? Ну, вообще, АЕДИС есть. А, нет, стоп, АЕДИС же только что выбили. Нет, АЕДИС нет, конечно. Ну, вообще, можно попробовать, да, если на ТРВЛАХ? А он на ТРВЛАХ летит. Да, они в трон идут, они знают, что там нет выкупа, поэтому делают ОЛИН своего рода. Итак, смотрим внимательно, потихонечку начинает падать Т4 ТАВР, первый. Вгрызаются там сумоны, работает полная бригада демонтажников. Первый Т4 ТАВР упал, пришли иллюзии Нади, их забрили вообще за секунду. Ах, жит, растерялся. У него есть диффузики, Яша. Ну, да, артефактов нет, Нага не успела в темп, об этом я вам рассказывал. Просто ужасно все сложилось. Второй Т4 УПР отходит в стороночку пока Сириуса. До сих пор еще 15 секунд, наверное, если что, Джиггернаут, поэтому можно что-то делать. Но хотят, наверное, на Батрайдере ворваться, да? Там сейчас у него появится, когда 20 секунд до появления лассо. Возможно, сейчас подождут лассо, и можно будет реально подзажарить вообще без проблем. А может быть и нет, кто знает. Может быть и нет. Может быть и не хотят они ждать никакое лассо. Может быть они просто отойдут, дождутся сейчас, может, чего. Да я не знаю, баунтирун здесь нет, повара проуны тоже еще через 2 минуты боятся. Просто толкнут линии тогда, не знаю. Еще немного денег заработали. Да что угодно они могут делать, по сути. Для них это не важно. Главное, что денег они очень много зарабатывают, у них все в порядке. Кирас появилась. А, ну да, слоты, наверное, ждут. Давайте прочекаем, что там не хватает. Еще 1600-1700 монет, 2 БКБ планируется. И вот на Кираса, на Ликане, есть третья Некра. До Гривцов, кстати, всего до копейки остаются. Ну, да, ждали Кирасу, в общем-то. Ждали Кирасу. Кираса приехала. Ну и смотрим. Блинг есть на Сен-Кинге. Из нового... Ну, он уже был, правда, но тем не менее. Джиггернаут у нас купил себе Мэлстром. Ну и Нага тоже больше ничего. Хочется ман, то я даже сомневаюсь, что успеет ли она нафармить ее. Кажется, намерения в Сириус очень серьезные. Они так смачок качественно разбили, бегут на последнюю линию. И здесь их больше не подловить, судя по всему. Итак, Крепасики на месте. Пошла армия пушить. Диаболики работают. Да, но кажется, бой теперь придется давать только на хайграунде. Но это из позитивных моментов. Из негативных... Я даже не знаю. Точнее, наоборот, из негативных моментов. Из позитивных, только, наверное, то, что все кнопки есть сейчас у Минески. Поймали Ахжит. Ахжит, а вот это очень плохо. Много урона. Кипи, эпицентр выписал Ахжит. Тут же выкупается, летит на Шрайн. Что дальше делать? Под Гривом у нас ходит Силикан. Батрайдер. Батрайдер очень ловко... Нет, Батрайдер фуловый. Его просто хиливает Даззл. И все нормально. Нам кого-то цепанули. Это Лишрак. Лишрака надо убить. У него, правда, есть выкупы. Он выкупается, летит на Сумона, потому что очень красный. Муна, у него до сих пор не должно быть выкупа. Ну и касаемо Нади Сирены. Она тоже без байбэка. Еще с подсоном возит своих тиммейтов на базу. Ну и, наверное, на этом все. Наверное, на этом все. Да, заходит просто с фуловым Лишраком, с новой пачкой Сумонов. Ломается последняя линия. И это конечная часть выступления Минески на Миноре. Да, команде Минески явно не хватит очков, чтобы выйти на Интернешнл через прямой инвайт. Поэтому придется соревноваться в закрытых квалификациях. Но если состав умеет, то может быть и в открытых. Ну и последний файт пошел. Нас дает умнислэш Джиггернаут. Не очень эффективный. Гримстроу, которого забрали, выкупается. Также Билли Нинджи Будин тоже выкупается на Лионе. Подкоп Шикарнат Кейпи, по четырем героям Адаль, что-что делать. Просветка имеется, убивают его без шансов. Ну и надо собирать урожай. Да, подцепили вновь Ахжито. Ахжито, напомню, без выкупа. И нечего поделать. Просто рыбка прыгает на Лишраке. Зонит всех, убивает, сжигает. Это кудейм, вилплей. Да. Поздравляем команду Сириус с победой. Это было заслуженно. Это было круто на самом деле. Они качественно сыграли, ни разу не ошиблись. И две карты за 20 минут просто на невероятном опыте переиграли Минески. Продолжение следует...